Принципиальное решение по жизненно важным вопросам. Депутаты окружного парламента провели заседание очередной сессии. В повестку дня включили 43 вопроса, каждый из которых имеет равную значимость. Они касаются и социальной жизни граждан региона, урегулирования земельных отношений, оказания бесплатной юридической помощи и прочее. По традиции трансляция сессии шла в режиме онлайн. Такой формат предлагает всем жителям округа в режиме реального времени следить за принятием решений. Один из социально значимых вопросов сессии – изменения в закон о здравоохранении в Ненецком округе. Все поправки прошли через общественное обсуждение. Одно из весомых изменений – реализация жилищной политики для работников здравоохранения. Мы говорим не только о медсестре, а мы говорим о том, что право за найм, компенсация за найм у нас в округе будут получать и так называемый младший персонал, без которого всю систему здравоохранения трудно себе представить. Но вводится и серьезное такое ужесточение. Для того, чтобы медицинская сестра у нас получила данную льготу, необходимо проживать на территории Ненецкого автономного округа 15 лет. На наш взгляд, это очень важно с тем, чтобы закрепить именно кадры, которые, например, получили образование на базе социально-гуманитарного колледжа, видимо, сестер, и будут получать данную льготу. Хочется сказать, что если в предыдущем законопроекте региональном 10 лет работник мог получать оплату за жилищный найм, то сейчас эта сумма сокращена до 5 лет. Предполагается, что при поддержке заработной платы медицине, собственно говоря, перед работником стоит уже задача использовать, например, очень хорошую беспроцентную 5% ипотеку. Далее депутаты обсудили вопрос о квотировании мест для приема на работу инвалидов в Ненецком округе. Законопроект предлагает работодателям, среднесписочная численность которых составляет более 50 человек, выделять рабочие места для приема на работу ли с ограниченными возможностями. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, в 2015 году центром занятости населения трудоустроено 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья. На учете в центре занятости состоят еще 28 человек, 5 из которых проживают в сельских поселениях. Эта категория достаточно широкая, у нас представлена и в регионе в том числе, и поэтому сюда подпадают инвалиды 1, 2, 3 группы, самое главное, чтобы не было противопоказаний врачей, а все остальное это уже механизм реализации. Поэтому я полагаю, что у нас состоялось правильное решение, мы создаем рабочую группу, сейчас было первое чтение, поэтому мы продолжим работу над законопроектом, потому что самое главное, чтобы эта норма была реализована. Реализованы в Ненецком округе будут и другие изменения, внесенные в региональные законы, в частности в закон о регулировании земельных отношений. Этот документ предусматривает возможность высшему должностному лицу региона без проведения торгов предоставлять земельный участок юридическим лицам под строительство объектов социального, культурного, бытового или коммунального назначения. В том числе предусмотрено строительство многоквартирных или индивидуальных домов, если жилые помещения в них будут предоставляться гражданам, потерявшим свое жилье в результате чрезвычайной ситуации. Сегодняшний законопроект расширяет права губернатора при выделении земельного участка под жилищное строительство. Так вот, сегодняшний законопроект, он несколько расширяет права высшего должностного лица и дает ему возможность предоставлять такие земельные участки, если многоквартирный дом, который будет построен, 60% жилых помещений в нем будут предоставляться для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Очень хорошая идея законопроекта. Конечно, там возникает ряд вопросов о механизме такой передачи жилья, сколько будет стоить такое жилье для округа, каким образом вообще будет приобретаться это жилье и ряд вопросов, связанных с наличием или отсутствием инфраструктуры на этом земельном участке. Но я уверен, что соответствующие профильные департаменты нашей администрации смогут выработать такие подзаконные нормативные акты, которые эти вопросы урегулируют. Эта сессия стала решающей и для устава Нейнского округа. Он принял сразу несколько изменений. Все поправки выработаны по результатам круглого стола. 20 лет уставу Нейнского округа, основному закону арктического региона, опыт, проблемы, перспективы, который прошел в октябре прошлого года. Во-первых, мы отразили четко вхождение округа в арктическую зону Российской Федерации и решили, что в уставе должно быть записано, что все вопросы, которые касаются округа, должны решаться в соответствии с тем, что округ полностью вошел в арктическую зону, таким образом, как бы за собой зарегистрировали место в той программе Российской Федерации по развитию арктической зоны. Таким образом, мы так зарезервировали за собой там место. Вы знаете, мы первый, наверное, регион, который от упоминания об арктической зоне унес свой устав. Кроме того, устанавливается положение о том, что депутаты окружного собрания приносят на первом заседании торжественную присягу. С такой инициативой выступил глава региона Игорь Кошин. Порядок принесения присяги, а также ее текст предлагается установить в законе округа о статусе депутатов собрания депутатов Нейнского округа. Мария Владимирова, Ирина Цепетова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.